Так, новая рекламная кампания сделана, запущена, работает. В принципе, над ней, конечно, можно и дальше работать, усовершенствовать ее, повышать конверсию. Сейчас давайте рассмотрим, что она из себя представляет и основные ее параметры. Заодно посмотрим на новый интерфейс Яндекс.Директа. Так, ну это главная страница Директа. Здесь вот она, наша новая кампания. Вот это вот. Здесь у нас имеются цифры статистики. К ним мы обязательно вернемся чуть попозже и рассмотрим их более внимательно. Так, ну здесь на этой странице мы можем выбрать период, за который хотим посмотреть статистику. То есть сейчас у нас выводится за месяц. Можно вывести за один день, за сегодняшний, за вчерашний, за неделю. Можно указать период, допустим, конкретно с какого покоя число. Хотим смотреть статистику. Сейчас у нас выводится за весь март. Так, если мы здесь поставим галочку, выберем нашу кампанию, можем посмотреть, какие у нас созданы группы объявлений. Вот они все наши группы. И здесь создано гораздо больше, даже чем было в предыдущей, в старой рекламной кампании. Охвачены практически все типы памятников, все типы оград. Гранитные ограды, мраморные ограды с ковкой, стеклянные ограды. Памятники тоже практически все. В том числе по типам материала, типа там из какого типа гранита, из какого сорта гранита. И по цветам тоже есть красные, черные, там белые, серые памятники. Также практически охвачены все услуги и оформление памятников. То есть, если на сайт перейдем, у нас практически по всем памятникам есть объявления. По оградам, по услугам, проектирование памятника. У нас вообще отдельная категория, отдельная группа сделана. И по всем остальным тут. То есть, по установке памятника в оград есть объявления. По бордюрам, по цоколю, все есть. По оформлению тоже портреты, фотокерамика, гравировка, гравировка с усальным золотом. По всему, поэтому у нас объявления есть. Так, теперь сразу скажу, что ключевые слова в рекламной кампании, они распределяются по группам. То есть, каждая группа, вот сколько у нас этих групп имеется, каждая группа объявлений имеет свой набор ключевых слов. И далее в каждой группе у нас имеется по два, по три объявления. Специально я делал не по одному, а по несколько, по два, по три, там где-то даже по четыре объявления есть. С немного разными текстами. То есть, показываться будет то объявление, где наиболее адекватно подходит заголовок и описание, то есть текст этого объявления. Дальше мы можем выбрать какую-то группу объявлений, поставить галочку и дальше посмотреть либо объявления, которые находятся в этой группе, либо ставки и фразы. То есть, если мы нажмем сюда, мы посмотрим все ключевые слова, которые относятся к этой группе. Если нажмем на объявление, перейдем к просмотру объявлений, которые находятся в этой группе. Ну, давай я выберу сразу все группы, все, которые у нас имеются, и перейдем в раздел объявления. Вот они все объявления, которые у нас имеются. Картинки я все заменил на нейтральные, потому что картинки с памятниками, с оградами не прошли модерацию. По всем объявлениям у нас также имеется статистика довольно подробная. Каждое объявление сколько раз показывалось, какая конверсия, какой расход, какая средняя цена клика по этому объявлению. Вся эта статистика здесь имеется. Если мы нажмем сюда и перейдем в режим редактировать, вот мы увидим настройки каждого отдельного объявления. И есть здесь предпросмотр объявлений. То есть, вот так вот объявление выглядит в базовом варианте. Вот так оно выглядит, если оно попадает, показывается первым. То есть, как наиболее самое револентное объявление. Если оно больше всего, больше других объявлений соответствует поисковому запросу посетителя, то выводится оно на первом месте, вот в таком вот виде. И как оно выглядит в мобильной версии. То есть, мы видим, что у нас имеется заголовок объявления, текст объявления, уточнение, доставка, установка, гарантия 10 лет, недорого, благоустройство. То есть, для каждого объявления вот эти вот дополнения я подбирал разные. У всех объявлений они свои, то есть, соответственно, подходящие по смыслу. Имеется контактная информация и 8 дополнительных ссылок. Причем 8 они показываются только вот в таком расширенном варианте, в базовом варианте. Эти дополнительные ссылки показываются только 4 штуки. Контактная информация – это переход на виртуальную визитку. Причем здесь есть тоже нюанс. Для всех объявлений, абсолютно для всех, я делал разные виртуальные визитки. Там в виртуальной визитке есть расширенный текст. То есть, не такой короткий текст, а можно более расширенный текст написать. А там я писал конкретно текст под каждую слугу. Более такой развернутый текст. Если это памятники с барельефом, там более развернутый текст именно про памятники с барельефом. Если это установка оград, там текст в виртуальной визитке про установку оград. То есть для всех объявлений у нас имеются персональные виртуальные визитки. Но тут дело вот в чем. Буквально неделю у Яндекса появилась такая возможность, что вместо виртуальной визитки может показываться контактная информация из Яндекс.Справочника. Вот это буквально новая возможность, которая появилась совсем недавно. И как она работает, я еще не знаю. Яндекс обещает, что к вот этой контактной информации из Яндекс.Справочника будут подтягиваться дополнительные картинки из Яндекс.Справочника и из Яндекс.Коллекции. Насколько эта информация правдивая, пока неизвестно. Поэтому сейчас у нас при клике на контактную информацию будет открываться вот эта контактная информация из Яндекс.Справочника. В надежде, что там действительно будут показываться какие-то картинки из справочника или из коллекции. Если это окажется очередной Яндексовской уловкой и лажей, тогда мы просто отключим вот это вот дело. И у нас будет показываться виртуальная визитка, которую создал я. По крайней мере, там текст более адекватный и расширенный. Ну, пока попробуем попользоваться вот этой контактной информацией из Яндекс.Справочника. Ну, в принципе, и все. Да, вот это вот название объявления, заголовок объявления. Здесь вот мы видим, что у нас имеется еще некоторый запас по количеству знаков. И я его не использовал. То есть заголовки можно сделать длиннее. Если, когда мы начинаем делать заголовки длиннее, у нас получается, что дополнительный заголовок не отображается. Вместо дополнительного заголовка у нас появляется просто ссылка на домен сайта. Взранит.реал.ру. Все. У нас отображается только вот этот основной заголовок и ссылка на домен сайта. А гораздо красивее оно смотрится, когда есть и основной заголовок и дополнительный заголовок. Поэтому здесь у нас есть возможность сделать заголовки более длинные, но туда у нас не будет дополнительного заголовка. Так оно как-то более-менее прилично смотрится. Так, отменим все эти изменения. Перейдем назад в группы объявлений. По группам объявлений я проанализировал старую рекламную кампанию. То есть то, что там хорошего было, я оттуда взял. Допустим, наборы ключевых слов. Там некоторые ключевые слова были хорошие, которые даже Wordstat не выдал почему-то. То есть для каждой группы я подобрал ключевые слова и из Wordstat, и те, которые мы продвигаем, естественно, и плюс еще из старых рекламных кампаний. Потом, здесь вот у нас по каждой группе объявлений есть средняя цена клика. У нас для разных групп объявлений сейчас выставлены разные цены, разные лимиты. То есть я посмотрел, какая реальная цена клика по каждой группе объявлений. Посмотрел, какая это цена клика была в старых, в старой рекламной кампании. И выставил такой некий компромисс, чтобы наши объявления вроде бы как и показывались, но пока не лезли на самые первые места. Для чего это сделано, объясню чуть-чуть попозже. Но для всех групп объявлений цена клика действительно разная, причем разница большая. И сейчас она для всех групп выставлена у меня в пределах от 20 до 35 рублей. Для всех групп своя цена пока. Дальше мы ее сможем немного корректировать и соответственно двигать наши объявления вверх или вниз. Теперь вернемся к самой кампании и посмотрим немного на вот эти цифры, которые у нас имеются. Ну то, что средняя цена клика в старом объявлении и в новых объявлениях примерно одна и та же. Ну не примерно, она фактически одна и та же. Это о чем говорит? О том, что в политике Яндекса ничего не изменилось. То есть у нас рекламируются те же самые конкуренты. Примерно такое же количество запросов в поиске, какое было, но примерно такое же количество запросов и осталось. Поэтому цена одна и та же. Это вполне нормально, вполне естественно. То есть количество запросов осталось тоже. Конкуренты у нас остались те же самые. И цена поэтому та же самая. Теперь посмотрим на вот эти цифры. В старой рекламной кампании объявления были показаны 44 тысячи раз. По ним кликнули 331 человек. То есть 331 переход был на сайт. Из 44 тысяч показов. Вот этот показатель, это процент кликабельности. То есть сколько раз объявление было показано и сколько... Отношение, сколько раз было показано и сколько по нему раз кликнули. 0,75. В новой рекламной кампании наше объявление показано пока что 4 тысячи раз с небольшим. По нему кликнули 90 раз. Процент кликабельности 2,11. То есть в 2,5 раза выше. В 2,5 раза выше это прирост кликабельности 250%. То есть сейчас по нашим объявлениям кликают в 2,5 раза чаще, чем кликали по объявлениям из старой рекламной кампании. Процент отказов. Хороший показатель. То есть человек зашел на сайт, ну сайт ему не понравился, или он понял, что попал не туда, он сразу уходит с сайта. То есть на сайте он задерживается меньше 15 секунд. Это считается отказом. Так вот раньше половина, 49,77, ну это 50% отказов было. Половина людей с сайта просто уходили сразу. Сейчас процент отказов 26%, четверть. То есть тоже в 2 раза показатель мы подняли. Если у нас раньше уходил каждый второй, теперь у нас уходит один из четырех. Три человека остаются на сайте, что-то там просматривают. Конверсии было около 10%, стало 25%. То есть тоже в 2,5 раза на 250% этот показатель мы подняли. Но вот этот показатель конверсии, он тоже довольно-таки сомнительный, хотя цифра-то у нас хорошая, в 2,5 раза рост. Тут не стоит обращать сильно внимания на эти конверсии, потому что конверсия обычно в интернет-магазинах считается по реальным заказам, то есть по продажам. У нас на сайте продаж нету, и конверсии отслеживаются по тем целям, которые заданы у вас в метрике. А в метрике у вас ключевые цели заданы. Просмотр страниц и контактов, просмотр каких-то там отдельных страниц, которые вас больше всего интересуют. Допустим, мемориальные комплексы или элитные памятники. Вот переход на эту страницу считается здесь уже, здесь вот конкретно в этом случае считается конверсией. Хотя на самом деле это сомнительная конверсия, она может не привести к заказу или к покупке памятника. Так что на вот эту конверсию сильно обращать внимание не стоит. Ну хотя чисто так вот для сравнения тоже в 2,5 раза 250% роста. По кликабельности. Здесь вы можете сказать, что 50% отказов было потому, что вашу рекламу скликивали. Да, ее скликивали. Вторую рекламу скликивали. И тогда получается, что да, большой процент отказов, потому что эти кликеры пришли, кликнули по рекламе, сайт открылся, они сразу же его покинули. Процент отказов большой. Но тогда вот здесь вот картина получается еще хуже, что из вот этих 331 посетителя, которые кликнули по объявлениям, реальных заинтересованных людей было еще меньше. То есть из этих 331, допустим, половину было скликиваний, то есть реальных заходов на сайт, было, скажем, еще меньше. И тогда вот этот процент кликабельности был еще меньше, не 0.75, а допустим 0.3 или 0.4. И тогда у нас рост эффективности рекламы сейчас уже не 250%, а там 300, 400, может даже 500%. То есть сейчас у нас скликиваний, я наблюдал, не наблюдается. То есть это реальные посетители. То есть вот эти 90 посетителей, это реальные посетители. И процент кликабельности действительно 2 с небольшим. То есть по отношению к старой рекламной кампании рост у нас довольно-таки приличный. Теперь о том, хорошо это или плохо. Ну вот то, что мы таких вот показателей достигли, в 2 раза снизили отказы. Ну а процент кликабельности и реальных посетителей у нас вырос, ну минимум на 250%, то есть в 2,5 раза. Это как минимум. Даже если не учитывать, что старые объявления скликивались. А если учитывать, что скликивались, там может и 500% роста. Вот много это или мало? Ну, хотелось бы, конечно, больше. Любой заказчик рекламы, любой владелец сайта скажет, да, что-то мало. Хотелось бы там еще в 10 раз больше. Да, хотелось бы. Но рост даже в 250% и снижение отказов в 2 раза, это довольно-таки хороший результат. Почему? Потому что, ну вот я могу такие примеры привести, что сам Яндекс, Яндекс Директ, иногда проводит какие-то там исследования, измерения и дает некоторые рекомендации для улучшения рекламных кампаний. Так вот, там даже такая ерунда бывает, что вот мы провели исследование, если вы сделаете то-то, 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 то получите 3% роста эффективности рекламы. 3% роста для них это уже какое-то достижение считается. Если там этот рост обещает быть 5-6%, то это все там сенсация целая. Вот на 6% можно увеличить эффективность вашей рекламы. Вот для Яндекса даже вот 3-5, тем более 10% какого-то роста это уже считается хорошим достижением. Ну и есть у нас в интернете очень много различных контор, которые предлагают сделать аудит рекламной кампании, повысить ее эффективность, там внести какие-то дополнения в настройки, изменения. В общем, они называют себя профессиональными директологами и буквально там за 30-40-50 тысяч готовы улучшить вашу рекламную кампанию на 10-15, даже некоторые на 20%. То есть за 50 тысяч они готовы сэкономить там 10% вашего бюджета рекламного, то есть уменьшить расходы или увеличить конверсию на 10-15%. Ну тоже есть сравнение, вот повышение эффективности рекламы на каких-то там 10-15% оценивается в 30-50 тысяч. Так что если мы сейчас достигли хотя бы там 200-250% роста показателей, то это уже можно считать хорошим достижением, с моей точки зрения. Хотя любой клиент уверен скажет, да фигня, все это мало, короче, надо еще дальше. Теперь, что касается дальше. Практически все ваши услуги, все виды памятников мы охватили. Дальше что? Действительно, ну, если есть такая необходимость, можно добавлять какие-то объявления, если будут появляться там какие-то новые услуги или новые какие-то памятники. Согласен, можно дальше развивать эту рекламную кампанию, добавлять какие-то новые группы объявлений или отдельные объявления. Можно и нужно отслеживать, где и как показываются эти наши объявления. Допустим, я по некоторым объявлениям сделал мониторинг, посмотрел, допустим, купить двойной памятник. Вот оно, наше объявление показывается на третьей позиции. Памятник маме на второй позиции. Эксклюзивный памятник показывается в конце, то есть не в самом начале поисковой выдачи, не перед, а в конце страницы. Памятник в европейском стиле. Здесь он показывается на третьей позиции. Красивый памятник на четвертой позиции. Установка памятника в Москве на первой позиции. Я, выставляя ставки по группам объявлений, пытался добиться, чтобы наше объявление не лезло на самые первые позиции, было где-то на вторых, на третьих позициях. Может, даже где-то в конце поисковой выдачи. И еще нужно, чтобы вот эти позиции объявлений, на каких позициях эти объявления показываются, надо, чтобы вы посмотрели конкретно сами в Москве. Почему? Потому что я смотрю эти объявления с другого региона, из Сибири, и у меня вот эта картинка, именно позиции объявлений, могут немного различаться с вашими. Потому что ваша реклама настроена на показе в Москве, а я смотрю из другого региона. И я специально в поисковый запрос добавляю слово «в Москве», а грады с кованными элементами «в Москве». Или, допустим, проектирование памятников «в Москве». Почему? Потому что когда в поисковый запрос добавляется конкретный регион, именно в Москве, тогда я могу увидеть московские объявления. Они показываются, если в запросе есть слово «в Москве», указание региона или города, тогда это объявление показывается везде. Но его позиции могут отличаться от московских. Поэтому нужно, чтобы вы проконтролировали свои московские позиции, и тогда мы их будем корректировать. Почему я сразу не хочу ставить высокие ставки и не хочу увеличивать дневной бюджет? Сейчас у меня дневной бюджет стоит 1000 рублей. Мы можем увеличить дневной бюджет и можем увеличить ставки по группам объявлений. Можем выскочить на первые позиции. Ну, это приведет, во-первых, к быстрому сливу бюджета, а во-вторых, к кликиванию. Опять, когда мы вылезем на первую позицию, начнем раздражать всех конкурентов, опять начнут кликать. Когда объявление показывается на вторых, третьих, четвертых позициях, оно не так нервирует конкурентов, его не скликивают, а посетителей мы реально имеем. Даже со вторых, с третьих, с четвертых позиций мы будем иметь целевую аудиторию, целевых посетителей. Но зато немного уберегем себя от скликивания. И вот дальше в плане развития можно отслеживать позиции, можно корректировать и дневной бюджет, и ставки по кликам, смотреть, как все это будет работать. Но это все, этим всем надо заниматься уже в процессе, скажем так, наблюдения, отслеживания. Сейчас вот на сегодняшний день реклама, рекламная кампания, я считаю, создана в довольно-таки приличном объеме. Довольно-таки неплохие у нее показатели по сравнению с предыдущей кампанией. Но пока на этом все, будем дальше следить, вносить какие-то коррективы, изменения. И еще один момент о рекламе, который очень важно знать и понимать. Почему-то все владельцы сайтов, все продавцы, торгаши считают, что если, допустим, увеличить эффективность рекламы в два раза, то у них в два раза увеличатся продажи. На самом деле это не так. Многие покупаются на вот эти рекламные уловки, что мы увеличим вашу эффективность, вашей рекламы там на 10, на 15, на 20%. Многие подразумевают под этим, что именно продажи увеличатся на 10, на 20%. На самом деле это не так. Тут важно понимать, что цель рекламы привести посетителя на ваш сайт. То есть, если мы увеличим рекламный бюджет в два раза, увеличим эффективность рекламы в два раза, да, это приведет к тому, что на ваш сайт будет приходить в два раза больше посетителей. Но это не гарантирует, что будет в два раза больше продаж. Допустим, сейчас мы улучшили какие-то параметры нашей рекламной кампании. Допустим, сейчас у нас практически в два с половиной раза больше посетителей заходит, в два раза меньше отказов. Это не значит, что у нас в два или в два с половиной раза увеличится продажа памятников. Почему? Потому что цель рекламы, как я уже сказал, привести посетителя на ваш сайт, на этом миссия рекламы заканчивается. Дальше все зависит уже от вашего сайта. То есть, попадая на сайт, человек уже смотрит конкретные цены, конкретно сам сайт смотрит все ваши предложения. И здесь может оказаться, что либо сайт у вас плохой, неудобный, на нем неудобно делать заказы, либо цены у вас неконкурентные. Да, вы на сайте можете показывать красивые картинки, красивые памятники, все это хорошо. Но если цена у вас выше, чем у конкурентов, то человек покрутится на вашем сайте, посмотрит все эти красивые картинки, скажет, ох, да, как красиво, как все ништяк, но здесь я покупать не буду. Он даже посмотрит ваши фотоальбомы, сделает вам хорошие поведенческие факторы, посмотрит много страниц, но к покупке это не приведет. Это касается как цен, так и юзабилити сайта, то есть удобства его использования. Есть такие сайты, где, чтобы сделать заказ, нужно пройти миллион процедур, зарегистрироваться, предоставить свои паспортные данные. Все это тоже отталкивает посетителей. Они тоже, да, вроде и сайт хороший, и цены хорошие, но сильно много заморочек, пойдем искать в другом месте. Поэтому реклама это реклама, а продажи это продажи. Мы можем рекламу увеличить и улучшить, и в 100 раз, и в 100 раз больше посетителей привезти, но это не значит, что будет в 100 раз больше продаж. То есть цель рекламы привезти посетителей на сайт. Все, на этом ее миссия заканчивается. Поэтому вливать в рекламную компанию какие-то безумные бюджеты, постоянно работать над улучшением рекламной компании, это тоже не совсем правильный подход. У вас есть какие-то посетители на сайте, и нужно работать еще и над тем, чтобы эти посетители превращались в заказчиков, в покупателей. То есть можно вливать в рекламу бесконечно деньги, постоянно что-то требовать от рекламщиков, чтобы они работали над эффективностью вашей компании. Но если эти посетители, которые будут расти, естественно, если вливать туда деньги, улучшать компанию, количество посетителей будет расти. Но надо работать еще над тем, чтобы эти посетители, приходя на ваш сайт, становились реальными покупателями. И это уже зависит не от рекламы, а от вашего сайта и от вашего предложения, что предлагаете, по каким ценам. Поэтому не все зависит от рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова